Мусульман в мире почти 1,8 миллиарда человек, или 23% жителей планеты. В России свыше 20 миллионов мусульман, причем демография здесь стабильно положительная. В целом глобальный рынок халяльных товаров и услуг текущего года оценивается в 2,1 триллиона долларов США. К 2025 году по прогнозам его доля во всей произведенной продукции может составить не менее 20%. Весомая часть этого объема, порядка 1,2 триллиона долларов, приходится на пищевую промышленность, на продукты питания. К слову, жесткие требования к качеству продукции формируют спрос на нее и у представителей других конфессий, а также сторонников здорового образа жизни. Не будем забывать также, что халяль – это не только еда, но еще и мода, туризм, медиа, формация. Вполне естественно поэтому, что интерес к инвесторам к данному сегменту растет и весьма значительно. Татарстан в этих направлениях скорее в начале пути. С вашей поддержкой нам бы хотелось занять свою нишу на мировом рынке, прежде всего пищевой продукцией, соответствующим канонам ислама и общепризнанным международным стандартам. С римами конкурентными преимуществами нашей республики, по нашему мнению, здесь выступает мощный агропромышленный комплекс, развитый перерабатывающий пластер, налаженная инфраструктура, контроля и сертификации каляльной продукции. В 2016 году объем сельхозпроизводства составил 238,6 миллиарда рублей, 4,2 миллиарда долларов США, третье место в Российской Федерации и всех ее субъектов. Республика Татарстан на первом месте в России по производству молока, на четвертом по мясу и на девятом месте по зерну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова